Есть запись, да! Мам! 29-летняя Анастасия Новоселова уже может похвастаться неплохими режиссерскими работами. На этот раз ей доверили снять восьмисерийный фильм о православной молодежи «Спасайся, кто может». Задумка сериала принадлежит продюсеру Татьяне Мерзляковой. Анастасия рассказала, что проект несет не только развлекательный, но и познавательный характер, главная цель которого – развить миф о православии, рассказать зрителю о молодежи в современной церкви, которая ничем не отличается от других людей. На сценарий мы особое внимание уделили. Было писать его нелегко, скажу, потому что в сюжете обязательно должна быть драма. И выставлять церковных людей плохими, делать их антигероями не хотелось. А уж тем более не хотелось мирских людей. Тут были трудности. Что нужно рассказывать, что не нужно показывать. Целый год у нас ушло. По сюжету молодой успешный шоумен Максим неожиданно влюбляется в дочку священника. Когда привычные методы обольщения не помогают ему завоевать расположение девушки, герой начинает притворно и нелепо изображать из себя выцеркленного христианина. Но оказывается, быть православным – это совсем не в тренде. У нас получается около пяти героев. Все они молодые люди. Кто-то православный, кто-то антиправославный. У кого-то есть преступное прошлое, у кого-то есть блаженное будущее. Но на всех их объединяет то, что они ходят в храм. Сериал снимают на средства гранта, выигранного в первом конкурсе Фонда культурных инициатив. Сейчас над проектом работает большая дружная команда профессионалов, состоящая из 30 человек. Позади шесть съемочных дней. Роль главного героя сыграет актер драматического театра Алексей Микотин. Ему досталась непростая задача – сыграть любовь под прицелом камер куда сложнее, чем на сцене театра. Все, что мы играем, оно про любовь. Даже если мы кого-то на сцене убиваем, даже если мы с кем-то ругаемся, и чтобы у нас не происходило, это все про любовь, так что я считаю. «Спасайся, кто может» – межрегиональный проект, в котором задействованы кинематографисты не только Ульяновской области, но и Республики Татарстан. Актрису Марию Мухортову из Казани пригласила режиссер сериала. Для Марии это первый большой проект. Девушке досталась главная роль дочки-священника. Актриса призналась, что со своей героиней она чувствует некоторое сходство. Она мне, безусловно, близка, потому что, как минимум, в этой жизни я чувствую себя примерно так же. То есть она в каких-то своих зажатых рамках существует. Она дочь священника, и то есть это все ей навязано. Работа над сериалом планируют закончить уже в мае. Увидеть его можно будет на интернет-площадках. Алина Тихонова, Юрий Ломатов, Улправды ТВ.